Российские оккупанты продолжают террор Херсонщины. Во вторник захватчики атаковали Тягинку. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В результате обстрела пострадали 42-летняя женщина и 38-летний мужчина, которые шли улицей. У них осколочное ранение. Пострадавшие госпитализировали. Под огонь оккупантов попал и населенный пункт Белозерка. Там около 11.30 россияне обстреляли жилой дом, сообщает Херсонская ОВА. Пострадал 44-летний мужчина, который в момент атаки был во дворе дома. У него взрывная травма и ранение ноги. Каждый день от российских ударов страдают прифронтовые населенные пункты. Кроме Херсонщины, оккупанты постоянно атакуют и Харьковщину. Глава Харьковской ОВА Алексий Негубов сообщил, что в области расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми. Учитывая ситуацию с безопасностью в ОВА приняли решение эвакуировать людей из Кондрашевской и Куриловской громад Купенского района. По словам Сенегубов, в этих населенных пунктах сейчас находится 3043 человека. Из них 279 дети. Также глава местной ОВА добавил, что всех эвакуированных обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский начал свою работу в Давосе. Утром вторника он в первую очередь встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам главы украинского государства с генсеком НАТО, они обсудили в частности ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и дальнейшее усиление украинской системы ПВО, а также подготовку к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне. После встречи с генсеком Зеленский на полях Всемирного экономического форума взял участие во встрече руководителей большого бизнеса Украине. Там президент Украины встретился с самыми большими международными инвесторами. Владимир Зеленский также провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкиным. Польские перевозчики приостановят свой протест на границе с Украиной. Митингующие пообещали разблокировать три пункта пропуска на полтора месяца до 1 марта. Об этом сообщает польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак, которого процитировали местные издания. Климчак отметил, что во вторник министерство подписало соглашение с недовольными перевозчиками. Однако это не означает конец диалога, а наоборот интенсивные переговоры. Дональд Трамп уверенно победил на первых республиканских праймерис в Айове. Он получил 51% поддержки. Его ближайшие конкуренты Десантис и Хейли 21,19% соответственно. А вот ярый антиукраинский кандидат Вивек Ромасвами выбыл из гонки. Он поддержал кандидатуру Трампа. Что же касается Дональда Трампа, то после победы на республиканских праймерис он пообещал очень быстро решить ситуацию с войной в Украине. Он заявил, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он якобы хорошо знает. Но вот больше деталей, как именно он хочет закончить войну, Трамп уже в который раз не рассказал.